Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Меня зовут Сева Кущинский. Рад новой встрече с вами. Как всегда в это время, в прямом эфире телеканала Автоплюс, программа «Попутчик». Друзья, давайте сегодня поговорим об интернете. Странно, что мы, телевизионщики, решили поговорить об интернете, но на самом деле всё логично. Без интернета сейчас никуда, и, наверное, гораздо сложнее представить нашу жизнь без этой вещи, нежели даже без телевизора. Хотя спасибо, что вы находитесь у экранов. Ещё раз говорю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, присылайте смс-сообщения, звоните в студию, задавайте вопросы, координаты, как всегда, вы видите на своих экранах. Итак, автомобилисты – это одни из самых активных пользователей интернета. Согласитесь, найти какую-то информацию, продать, купить. Поэтому предлагаю и поговорить на тему «Автомобиль в интернете» и об интернет-сообществах автомобильных. В гостях люди, которые имеют прямое отношение к таким интернет-сообществам автомобильным. Итак, встречайте. Леонид Языкович, руководитель проекта «Автомейл.ру». Леонид, спасибо, что выбрался из интернета. Добрый вечер. Руководитель по продажам проекта «Автомейл.ру» Евгений Шаповалов. Добрый вечер. Привет. И человек, который работает непосредственно в полях, редактор и видеопродюсер «Автомейл.ру» Петр Баканов. Петя, привет. Добрый вечер. Друзья, ну первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот принципиальное отличие, самое главное, которое можно оформить словами, в вашей работе от нашей работы. Вот чем отличается интернет-ресурс автомобильный от автомобильного канала? Интерактивностью, прежде всего. Пользователь может, зайдя на автомобильный портал, ну как на любой сайт, он может выбирать, что ему делать, что ему смотреть, переключить, выключить, запустить, нажать на паузу, прочитать, не прочитать. В случае с телевидением, на мой взгляд, пользователю, ну, зрителю даже проще. Он включил, расслабился, сел, налил себе чаю и наслаждается картинкой. У нас все-таки... Приходится думать. Думать, что делать, и делать это. Шевелить мышкой, нажимать на клавиши. Ну, непонятно, в чем интерактивность. Ну, то есть, понятно, что человек делает, что хочет, но интерактивность, это он дает некие сигналы вам, не знаю, коммерческой службе, руководителю идеологической, корреспондентом, автором, видеопродюсером. Как бы он хотел? Вот как до вас эта информация доходит? А мы следим внимательно за тем, что он делает, куда он ходит, что он смотрит. То есть, все это учитывается? Большой брат следит? Конечно. Ну, не за каждым, но за статистикой всегда. В коммерческом плане, мне, наверное, сложно, и тебе, наверное, будет сложно ответить, вот это более успешная история, нежели там телевидение, печатные СМИ, журналы и что-то. Ну, все же говорят, что телевидение скоро умрет, все уходит в интернет, и вообще все умрет, кроме интернета. Не, ну, телевидение, конечно, не умрет, оно будет долго-долго-долго загибаться, но интернет действительно растет, и аудитория, которая сконцентрирована непосредственно в интернете, она более, скажем так, целевая для рекламодателей. Потому что охват телевидения, там, взять те же самые центральные каналы, он очень большой. Разве это плохо? Это хорошо, но тем не менее... Большая аудитория... Тем не менее, рекламу какого-нибудь автомобильного производителя посмотрят, и не только те люди, которые потенциальные покупатели этого бренда, да, но и бабушки, внучки, внучата... Нет, стрелевая аудитория, которой, в общем, это вообще не нужно, они воспринимают информацию как некую грязь. Совершенно верно. Стрельба из пушки по воробьям. В интернете, как правило, то же самое, если взять наш проект, Автомил.ру, у нас аудитория, она больше сложилась по интересам, да, ей интересно, что происходит в автомобильном мире, да, читая тест-драйвы. Мы делаем очень качественный контент, и пользователи, люди заходят, читают это все. Соответственно, они уже заинтересованы, заинтересованы в получении информации об автомобиле. И здесь мы предоставляем уже ту же информацию от наших рекламодателей. Еще один момент, то, что в телевидении у многих, да, там, фактор раздражаемости на рекламу, он очень высокий. И многие люди либо переключают на другой канал, либо выключают звук. А что в интернете рекламу не раздражает? Когда ты смотришь страницу, вылезает вот токенный баннер какой-то там, и невозможно как его закрыть? Есть волшебная кнопочка «закрыть». У честных интернет-парналов. Да, совершенно верно. Мы очень давно, по-моему, еще в 2006 году, портал Mail.ru отказался от таких видов рекламы, как всплывающие окна. Ну, как спам. Как спам, да. Ну, есть, конечно, у нас некий формат, он такой более имиджевый, фуллскрин называется, когда при заходе на страницу на полностью экран большой-большой красивый баннер показывается. Но обязательное условие в технических требованиях – это кнопочка «закрыть». Яркая, видная. И он длится не более 7 секунд. Чтобы человека не излить, не раздражать, хочет посмотреть, не хочет, сам готов закрыть, да? Конечно. Ну, к сожалению, это все равно вызывает иногда негативную реакцию, но мы стараемся все-таки не переусердствовать, соблюдать какой-то баланс. Ну, и параллельно придумывать какие-то виды рекламы, которые одновременно и хорошо работали, и не раздражали. Такое возможно. Ну, просто я обращаюсь к телезрителям, уважаемые друзья, вы же должны понимать, что это бизнес, люди работают, получают зарплату, кормят семьи для того, чтобы донести и давать информацию. Ну, законы бизнеса никто еще не отменял. Я бы еще добавил, что у интернет-проектов есть пластичность. То, наверное, чего не хватает телевидению, чтобы, если что-то поменять на ящике, это требует как бы изменить весь механизм. Эфиры в регионах там и так далее. В интернете мы можем быстрее что-либо поменять, опять же, под запросы посетителей. Если вот мы смотрим на статистику, смотрим, куда они ходят, то все, пятое-десятое, и мы, соответственно, можем как-то сделать его более удобоваримым. Петь, тебя зрители знают и по нашему каналу, и вообще работал в телевизоре. Скажи, пожалуйста, творчески, вот в чем прелесть, ну, прелестнее, лучше, интереснее, или просто другая страница своей жизни, или в чем отличие? Работать журналисту в телеке, в печатном или в интернет-издании? Ну, вот скорее, вот в той же мобильности и пластичности. То есть, в принципе, процесс организации работы, она в целом похожа. То есть, там, операторы, режиссеры, сценарии. Это о видеоконтенте ты говоришь, да? Ну да, да. Ну и в целом, даже если это какая-то там закадровая работа, там, когда ты ищешь что-то, пишешь, делаешь какие-то сюжеты. Вот. Но в целом, вот скорее, что в интернете диалог между автором и читателем, он более близкий, он более понятный. Тебе сразу могут написать, Петя, ты не прав. Конечно, я могу ответить. Бывает какая-то полемика в комментариях. То есть, соответственно, вот он ближе, он ближе к посетителю, он ближе к читателю, к зрителю, вот этот формат в интернете. Друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим об интернет-сообществах, и, в частности, об автомобильных, предлагаю посмотреть сюжет, что же это такое. Внимание на экран. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов пятой юбилейной премии «Лучшее авто 2011 года по версии Рунета», организованная порталом Автомейл.ру. Голосование велось пользователями российского интернета, которые выбирали лучшую модель автомобиля 2011 года в 22 номинациях. В их числе только новые авто, находившиеся в продаже у официальных дилеров в нашей стране в 2011 году. При делении по номинациям учитывались технические характеристики, длина и ширина, а также принадлежность к премиум-сегменту. А главным критерием оценки автомобиля являлось соотношение цена-качество. Народное голосование велось почти два месяца. Интернет-пользователи выбирали 22 лучших авто из 300 заявленных. Учитывались и такие параметры, как максимальный комфорт, лучшая отделка и самый мощный двигатель. Так, рекордсменом по выигранным номинациям стал Ауди. Лучшим отечественным авто – УАЗ Патриот. А вот номинация «Автомобиль мечта» досталась BMW X6. Всего в конкурсе приняло участие 700 тысяч интернет-пользователей. Ну вот, собственно, на вашем примере мы увидели такую вершину айсберга, вашего творчества. А под этим скрыта работа всех ваших структур и работа аудитории. Вот этот интерактив, который выливается потом в такие мероприятия, на которых имели честь присутствовать. Спасибо за приглашение. Теперь вы у нас один-один. Скажите, пожалуйста, самые главные сложности? Вот какие вообще в этом интерактиве? Оперативность. Мы не можем делать что-то долго, системно, вдумчиво. Нам нужно сделать быстро, потому что иначе нас не поймут. Поэтому приходится уделять внимание очень большое этому, тому, чтобы материалы выходили вовремя, новости выходили быстро, чтобы тест-драйвы новых моделей были новыми. Поэтому приходится писать с колеса. Конкуренция жестче у вас? Конечно. Мне кажется, даже в разы. Просто потому что быстрее может дойти информация. Если она может дойти быстрее, то у кого-то она может дойти еще быстрее. Я бы добавил здесь то, что в интернете не так важно, СМИ ты зарегистрированы или нет. Ведь тот же блогер, по сути, в соцсетях может опубликовать. Вышла новая модель. И фотография. Все. Ему не обязательно получать лицензии и т.д. Его прочитают, и все. И сразу он имеет аудиторию, популярность. В этом и заключается конкуренция. Что здесь каждый может стать источником той самой информации и выливать ее в свет. То же самое хотел добавить по поводу оперативности и рекламной службы. Здесь уже получается взаимодействие непосредственно с клиентами. Когда могла быть, допустим, сформирована одна рекламная кампания, и вдруг произошли какие-то изменения. Бывает такое. И в интернете это можно сделать очень оперативно. В течение дня. Заменить рекламу в телевидении такой не сделаешь. В печати такой не сделаешь. На радио, да, но там может быть чуть-чуть подольше все это займет время. Потому что нужно записать ролик, а здесь предоставляется креативой. И все, вперед. Это одновременная сложность, поскольку приходится делать быстро. Очень быстро. Ну да, тоже, опять же, еще одно пояснение. Когда мы читаем газету, смотрим телевидение, в большинстве случаев мы имеем дело с событиями, которые уже были в прошлом, а не прошли. Для интернета это не годится. В интернете нужно сразу же выкладывать. Как бы, что называется, завтра читать про вчерашний борщ уже не будет никому интересно. Все об этом уже узнают. В этом основная как бы разница. То есть газета себе может это позволить, там, рассказать о событиях недельной давности. Или там, то, что было вчера. Мы такого не можем себе позволить. Хорошо, переходим в плоскость более автомобильную. Это, в общем, общие слова обо всех интернет-ресурсах. Зачем вообще проект Автомейл.ру? Это широкое поле коммерческое, это широкое поле идеологическое, это широкое поле для творчества. Вот именно прелесть автомобильных ресурсов. Или очень благодарная аудитория. А все сразу. Почему, зачем делить на такие составляющие? Если бы не надо было делить, то не было бы отдельного проекта Автомейл.ру. Было бы просто Мейл.ру, а там было бы что-то там про морошенки. Но есть, извините, отдельно Автомейл.ру. Да, но наша задача как раз удовлетворить все интересы. Ведь любой водитель, по сути, он ездит за рулем. Он соблюдает, ну или не соблюдает ПДД. Он подвергается принудительному общению с ГИБДД. Он ругается на дороге. Он может не быть там активным автомобилистом, членом какого-то клуба, может не тусоваться с коллегами, с владельцами такой же машины, как он. Но, тем не менее, он все равно где-то вот в этом направлении. Что-то его касается. Поэтому, придя, он может, придя к нам на проект, он может прочитать какие-то новости о том, что ему не просто интересно, а важно, жизненно важно. Устроили чехарду с техосмотром, никто ничего не понимал долгое время, что происходит. Долгое время? После вчера мы сели в эфире втроем и так ничего, ни к чему не пришли. Обвинили нас в дилетантизме. А я честно признал, что я не понимаю, эксперты себя это не понимают, так и законотворцы ничего не понимают. Мы тоже ничего не понимаем. Но, тем не менее, мы исправно публикуем все новости, касающиеся всех нововведений, и люди могут прочитать последнюю информацию. Ну, а те, кто являются социально активными и хотят общения, какого-то взаимодействия с другими, поиска друзей, коллег и так далее, они тоже могут прекрасно это сделать на автомобильном портале, ну, таком, как наш, например. Хочется узнать у вас, дорогие телезрители, вот для вас интернет является основным источником получения информации? И, конечно, поскольку вы автомобильная аудитория, а мы автомобильный канал, хочу знать, является ли для вас интернет основным источником информации об автомобилях? Да или нет? Мы сейчас посмотрим на нашу аудиторию, насколько действительно цифры говорят правду или нет. Вот интересно, а вы как считаете? Вот интернет – это основа сейчас уже информации об автомобиле? Ну, вообще да, потому что там сложено очень много собранной информации, и, на самом деле, если взять даже, рассматривать автомобильных клиентов как рекламодатели, они самые первые пришли в интернет, одни из первых, и стали активно продвигаться. И в тот же самый кризис, когда рынок автомобильный рухнул на 50%, автомобильные производители не стали смотреть на более эффективные площадки, и, несмотря на то, что рынок рухнул на 50%, а бюджеты рекламодателей сильно завязаны на количестве проданных автомобилей, интернет не упал, а даже местами вырос, в сравнении с другими медиа, где было колоссальное падение бюджетов, доходов. Приблизительная цифра похожих, ну, я имею в виду в вашей индустрии, вот примерно таких порталов, там 10-20, какой порядок? Ну, если брать по размерам, таких же крупных, как наш, нет, ну, конечно, нет. Но это основное условие, получается, сделаю еще больше и буду, получается, лучше? Нет, не в этом дело. Вопрос не в размере, вопрос в качестве. Ну, это, ну, до 10. До, ну, условно говоря, 10. Я не соглашусь, когда показываю рекламодателям наших конкурентов, которые, ну, я все-таки считаю больше по охвату, да, по количеству аудитории, которым они могут предоставить рекламодателям, то пять, пять изданий, остальные просто вот по охвату даже рядом не стоят. Ну, скажем так, федерального уровня, если так назвать. Я понял, а что такое по охвату? Все-таки мне, как телевизионщик, непонятно. Я знаю, что вот нас считают вот своими способами, там, специальными приборчиками стоят не в каждой семье, но все-таки. Как вы считаете? Вот по кликам, возможно, знать, откуда человек зашел, IP-адреса, это какая-то сложная... Есть разные схемы, у нас есть в Mail.ru и свой счетчик, есть счетчики у других порталов, но есть такая еще компания TNS Goat Media, она проводит... У нас она тоже есть. Да. Нет, она есть в России, и она считает и вас в том числе. И разные системы подсчета аудитории. Если, там, аудиторию печатных изданий считают в основном, каким образом, проводят телефонные звонки, у метро встречают людей, задают вопросы путем анкетирования вопросов, то интернет, он считается. Он... циферки, все это, меточки, все это есть. Есть панель... То есть технически... Технически, да. Это сложное техническое устройство, но при этом легко считается... Есть определенная панель, куда подбирают пользователей, соответствующие по полу, по возрасту, в целом от интернета, и, соответственно, люди, они соглашаются, принимают, устанавливают на своем компьютере определенное ПО, и уже через него дальше... Ну, в общем, считают. И все это считается. Это напрямую, вот, цифры говорят о том, что вы молодцы. Вот у вас много этих кликов, заходов, чего-то. Вы хороший портал, у кого-то поменьше. Вот это прямое следствие? Ну, не совсем. Если бы здесь было, возможно, чистое соревнование, то тогда, конечно, это было бы так. Но есть независимые порталы. Есть проекты, как наш, которые расположены все-таки в родительском портале Mail.ru, да. Это все-таки обеспечивает нам какие-то там, ну, и преимущества, и сложности, само собой, да. Но в плане аудитории, конечно, это сильно влияет. Поэтому вот так определенно сказать, что количество посетителей пропорционально качеству... Хорошо. Тогда как быть не просто конкурентноспособным, а лучшим? Ты что-то должен такое придумать. Ты что-то придумал, сказал Пете, Петя так снял, а ты это еще хорошо продал. Вот как это работает у вас? Во-первых, я считаю, это качественный контент должен быть. Конечно. Как минимум. То есть мы, скажем так, в некоторых изданиях бывает, что коммерческие службы сильно вмешиваются в редакционные материалы. Мы здесь сохраняем полную независимость. Команда Леонида делает, на мой взгляд, великолепный контент. Спасибо. Соответственно, этот великолепный контент и ту великолепную аудиторию, которая читает... Великолепно продаете? Великолепно продаем. Начинается все с тебя. Ну, пока не слышит руководство. Качество контента. Вот мы пришли к... Вы мне рассказали, что много не значит хорошо. Соответственно, в твоем творчестве... Хронометраж тоже не хорошо. Можно сделать 27-минутный фильм, он будет плохо. У тебя более-менее такой небольшой формат. Вот что такое хороший контент для тебя? Ты знаешь форматы телевидения, знаешь форматы СМИ печатных, и вот сейчас интернет. Что такое? Ну, давай себе возьмем за пример, допустим, производство видеороликов. Это одна из сейчас таких последних модных тенденций. А почему так произошло? Вроде бы ролики эти есть, ну, кино, реклама, телевизор. И вдруг то же самое, ну, то же самое якобы попадает на монитор компьютера. Чем как раз хорош интернет-проект? Это мобильность, это пластичность. Соответственно, газета себе не может позволить иллюстрировать машину, кроме как фотографиями. Мы же можем делать и 3D-видеосъемку, то есть съемку салона на 360 градусов. Мы можем делать видеоролики, где можем рассказать о той же машине не просто словами, но еще показав человеку красивую картинку, рассказав о ней емко и кратко. И человек как бы получает, в общем-то, эстетическое удовольствие, глядя на все это. Вот, естественно, что это все не просто так дается. Нужно выдержать определенный хронометраж. Допустим, это где-то 5-6 минут в интернете, потому что 10-минутный ролик никто не будет смотреть, все заснут. Именно в интернете? Да. Опять же, объясню почему. Кто аудитория днем? Это люди, которые в перерывах между работой зашли что-то прочитать по диагонали. Если я их буду грузить на 15 минут техническими подробностями, никто смотреть не будет, все уснут. Начальник проходит по офису раз 5 минут, и это время ты успеваешь посмотреть ролики. Если будет 7, уже не посмотришь. Да. Типа того, да. Совершенно простая такая арифметика. То же самое со статьями. Нельзя их писать таким казенным языком. Они должны быть яркие, эмоциональные. Чтобы человек, он получает в первую очередь удовольствие, зрелище, фан, если так можно назвать. Вот. А как бы другую информацию он там может получить какими-то уже там иными методами. Нам важно как бы завлечь, чтобы человек пришел, получил удовольствие и ушел там с хорошим как бы настроением. Все-таки, чем AutoMLRU отличается от всех остальных? Есть какая-то идеология? Или подача материала? Или что-то? Вот чем твоя команда берет, убирает конкурентов, скажем так? Нас очень обязывает та самая огромная аудитория, которая у нас есть. То есть мы пишем не для каких-то узконаправленных вещей, не для каких-то там узкозаинтересованных людей. Мы пишем для всех. Это, собственно, и есть наш козырь. Мы освещаем все новостные темы, мы испытываем, тестируем, снимаем все автомобили, которые появляются на рынке, и даже некоторые, которые не появляются. Мы стремимся предоставить нашим пользователям, нашим посетителям максимум того, что им может быть нужно, что им может быть необходимо и просто интересно. Но вектор же какой-то должен быть. Вот мы вещаем больше на какую-то гламурную аудиторию. Мы на более богатую, мы на более простую, а ты говоришь, а мы не смотрим на всех. Почему? Я не знаю, есть ли такой вектор. Я не знаю, я спрашиваю. Вот есть ли такой вектор, самый обычный человек, я не знаю, но, наверное, есть. Поэтому мы стремимся рассчитывать. Ну, по крайней мере, есть же продажи, купли отечественные автомобили, БО автомобили, там есть лакшери, как-то подразделяется. И уже никто, человек, который интересует дорогая машина, не полезет в какие-то там советские. Ну, само собой, но мы испытываем и «Ладу Гранту», и «Рейндж Ровер» одинаково тщательно, одинаково придирчиво. И люди читают, ну, конечно, статьи о бюджетных автомобилях читают больше. Ну, все-таки от этого никуда не выйти. По свой продукт, потому что. Да. При этом мы огораживаем нашу аудиторию от таких вещей, как тест-драйв с какой-то звездой. Очень много поступает предложений через меня и, соответственно, к Леониду бывает, что, а почему бы нам не сделать тест-драйв селебрити. Вот мы как бы не хотим наших пользователей нагружать такой информацией. То есть у нас такого вот гламура как такового у нас нет. Мы стремимся избегать каких-то чересчур там скандальных вещей. То есть в плане новостей мы стремимся быть информативными, в плане тестов автомобилей быть беспристрастными, экспертами, скажем так. Хотя и не пользуемся там какой-то суперсложной измерительной техникой, не грузим читателя лишними цифрами. Но стремимся показать, что автомобиль это технически красивая, инженерная, очень красивая вещь. Как он создается, как работает, как что происходит. В современных машинах такое количество всяких систем, о них очень интересно рассказывать. Я надеюсь, что читателям это тоже интересно. Я бы добавил, что важно соблюсти баланс между, скажем, техникой и вот то, чем можно назвать зрелищем. То есть это должен быть удобоваримый язык для среднестатистического пользователя, но при этом как бы разбавленный все-таки техническими подробностями. Но не так, чтобы его загружать полностью. Если вот мы посмотрим, например, журналы 30-летней давности в Советском Союзе, за рулем, допустим. И это было такое достаточно, это хорошее было издание, но это был такой достаточно сухой технический язык, рассчитанный на инженеров. Время такое было? Да, потому что все были рукастые, все крутили гайки. А кто сейчас может быть тем же самым читателем? Домохозяйка. Ей не важно знать, какой там карбюратор и какая система впрыска, она в этом не разбирается. Ей важно понять, что это за машина в общих чертах. Поэтому важно соблюсти вот эту тонкую грань, тонкий баланс. 60% нашей аудитории подтверждает, что интернет для них является основным источником информации, ну и в том числе автомобильным. То есть, в общем, вы на правильном... Мы будем стремиться повышать. На правильном... Не надо отбирать, у нас аудитория... Ну, у него у вас, ни в коем случае. Все-таки вот по контенту, да, красиво, да, независимо, да, как-то еще, как бы то ни было. И все-таки основным, наверное, пользователем интернета, я могу ошибаться, является человек, который хочет либо продать машину, либо купить. Вот как у вас с этим, и как это в коммерческом плане, вредит ли это имиджу, или это нормальная история? Потому что сайты же совершенно некрасивые, все очень схематично, вот кнопочка такая-сякая, параметры машины, фотографии выложил, все. Но посещаемость чудовищная. Ну, наверное... В смысле, чудовищная, высокая. Я бы, наверное, как сказал. Пользователь интернета, это не обязательно тот человек, который либо хочет купить, либо продать автомобиль. Интернет, это более такое объемное понятие. Если мы берем в рамках автомобильного проекта, то да, конечно, с большей вероятностью, в большей степени люди, которые интересуются автомобилями, и не обязательно, что они прямо сейчас будут покупать. Дело в том, что автомобиль – это довольно дорогое удовольствие. И время принятия решений по покупке автомобиля, оно, соответственно, больше. Чем дороже продукт, который человек собирается купить, да, это не зубная паста, это не продукт какой-то, чтобы покушать, да, это не сходить в ресторан и не купить... Жаль, а так хотелось бы. Жаль, Жаль, а здесь, соответственно, время принятия решений, оно значительно больше. И чем интернет хорош, есть некая обратимость. То есть человек когда-то думал, прочитал тест, что-то у него где-то там на подкорочке записалось, и у него есть возможность. Он помнит, где он читал этот материал, есть возможность вернуться и прочитать его заново. А там ждать повторов, например, на вашем же канале каких-то понравившихся передач, долго. И не всегда удается. А компьютер перед тобой. Ты в любой момент можешь нажать несколько клавиш, и все, и ты уже читаешь. С точки зрения коммерческой составляющей, то же самое. Есть многие инструменты в интернете, да, которые, скажем так, называются поведенческий таргетинг. И та же самая реклама контекстная. Когда человек сформировал несколько запросов в поисковых системах, да, оно уже отложилось, оно уже где-то записалось. И в следующий раз, когда человек заходит на поисковую систему, ему уже выдаются результаты согласно тому, что он где-то что-то читал, прочитал какой-то материал. Часто бывает, что ты смотришь информацию о каком-то автомобиле, зайдя совершенно на другой портал. Ты ищешь что-то другое, а тебе уже контекстная реклама... Это то, что Петя называет пластичностью. Да. Да, можно так назвать. Я вижу большое преимущество у вас в вашей работе, в вашем бизнесе, как устроена работа кадров. То есть твои кадры могут сидеть дома на диване, ну, неважно, там, сидеть в Таиланде где угодно, писать статьи, выкладывать или даже ролики снимать. Телевидение, вот, ну, печатанные СМИ, наверное, тоже так, потому что версткой там долго, телек так не может быть. Если я вот в прямом эфире, я не могу в этот момент быть дома, я должен быть здесь, в студии. Вот, это отражается на том, что вы можете экономить ресурсы, меньше работает у вас человек, чем в печатаном СМИ или телевизоре. Или, наоборот, больше. Потому что у вас вещание даже не 24-часовое, оно у вас какое-то там 365-дневое. Оно вообще 48 часов в день работает. С одной стороны, да. Раньше можно было наблюдать такую вещь, что требования к материалам в интернете вообще были поменьше, пожиже. Почему? То есть писать можно было. Вот так интернет воспринимался, как что-то более простое. В газете, что написано пером, топором уже не вырубишь. А в интернете, вроде как, ну, что-то написал. Быстренько подправил, здесь удалил, тут подчистил. Ну, появлялось, там, как грибы, росли какие-то вот такие не очень качественные статьи. Сейчас тенденция другая. То есть, наоборот, растет качество и повышаются требования к таким вещам. И уже нельзя делать плохо. Поэтому тоже приходится обрастать. Плохо делать никогда нельзя. Да, согласен. У нас есть звоночек. Перебью тебя, жалко, что не трогался. Слушаем вас говорить, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне бы хотелось узнать, уважаемых рекламодателей интернетовских, насколько честно и объективно реклама автомобиля. Может быть, есть какие-то недостатки у ряда автомобильных брендов, которые уже общеизвестны, но они как-то ловко их отходят. То есть, насколько искренне, честно и объективно все подает подача материалов? Спасибо. Ну, рекламные материалы рекламентируются законом о рекламе. Потому что, когда подается заведомо неверная информация... Недостоверная реклама. Недостоверная реклама. Совершенно верно. И ФАС легко может оштрафовать недобросовестные рекламодатели. Ну, хорошо. Ну, а не о рекламе. Об обзорах. Вот Петя сделал какой-то обзор про машину. Нехороший. А машина хорошая. Или наоборот сделал. С точки зрения кого? Потому что бывают еще такие моменты, когда рекламодатели не всегда бывают довольны результатами тестов. Ну, хорошо. Не рекламодатели. Рекламодатель – это человек, который... Какая-то условная единица, принятшая денежные средства для того, чтобы вы сделали что-то по его заказу. Секундочку. Давайте разделим. Опять же. У нас контент совершенно независимый. Редакция работает независимо. А за денежку – это уже другое направление. Это либо может быть какой-то спецпроект, когда конкретно делаются какие-то материалы под заказчика, под рекламодателя. Когда ему нужно выявить какие-то там определенные стороны его продукта или еще что-то. Работа Пети – это просто предоставить нашим пользователям максимальную информацию на его взгляд, которая объективно оценивает автомобиль. Да, какие-то недостатки, какие-то достоинства. Какие-то достоинства могут перекрывать недостатки. Я бы еще добавил, как раз отвечая на вопросы телезрителей по поводу объективности материалов. Если я буду говорить неправду, как известно, тайное всегда становится явным. То же самое и здесь. Меня просто перестанут уважать, меня просто перестанут читать. Потому что это объективно, это наглядно будет видно, что если ты говоришь что-то не то. Другой момент, что каждый автор имеет свою какую-то субъективную точку зрения. И он вправе ее выражать. Это называется на юридическом языке «добросовестно заблуждался». А вот если Петя добросовестно заблуждался насчет какой-то машины. Ну почему заблуждался? И куча людей купили эту машину, а она оказалась… или наоборот не купили. Ну почему заблуждался? Просто человек спрашивает, насколько можно верить. Аргумент, почему он должен вам верить. В телевидении уже давно не верят. Это не секрет. Дискредитировал себя. Давайте еще раз делим все-таки… Нашему каналу, кстати, можно верить. Вашему, конечно. Женя сказал про рекламные материалы. Если статья рекламная, она у нас всегда помечается знаком на правах рекламы. И тут уже мы, как редакция, не отвечаем за то, что в ней написано. Ну стремимся, чтобы она, конечно, соблюдала требования законодательства. Если статью пишем мы, то есть редакторы, тест-драйверы, либо это видеоролик, который делает Петя, то мы, конечно, делаем что-то субъективное. У меня одна спина, у Пети другая спина, мне сиденье неудобно, ему удобно, поэтому мы стараемся писать как-то более-менее универсально для всех. Да и вообще, в принципе, если посмотреть, откровенно плохих автомобилей сейчас найти, вообще говоря, нельзя. То есть, как таковых их вот нет. Поэтому приходится, опять же, соблюдать эту самую грань, чтобы и перфекционизмом не заниматься, что вот это однозначно хорошо, а там вот остальное все совсем плохо. И чтобы не перехвалить все на свете. Поэтому, конечно, видим какие-то недостатки, конечно, на них указываем, стремимся к максимальной объективности, если она вообще возможна. Опять же, время хороший показатель. Мы постоянно растем, у нас аудитория постоянно прорастает. Если бы мы предоставляли некачественные материалы, плохие... Аудитория не прерастала бы. Она бы просто не прерастала. В Ветхозаветном Израиле побивали пророков. Пророков проверяли сначала, их пророчество. И если не совпадали, их побивали камнями. Было дело. Звоночек из Москвы. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Хотел бы поблагодарить ребят. Прекрасная работа. Постоянно читаем их статьи. Всегда вот... Ну, как-то они правда говорят. Вот емко. Очень хорошо. Дополнительную информацию я всегда смогу где-нибудь в другом месте в интернете найти, если меня что-то заинтересует. А так все основные темы. Даже вот выбора машины не зависит. Новости. Все самое нужное для водителя. Молодцы. Вот. А вот хотел бы задать вопрос по поводу их корпоративных отношений с основным сервером Майо. Вот я не увидел у них новость. Может, я попустил. А по поводу, например, выхода навигатора Яндекс.Карт. Замечательная вещь везде прошла, Майо что-то не увидел. Хотел бы вот такой вопрос задать, что правит ли Майо... Спасибо. Следит ли большой брат за вами? То есть вот насколько есть цензура, насколько она вообще... Да нет, цензуры как таковой нет. Ну, мы все-таки в автомобильной отрасли, не в политике, не... И слава богу. Да, действительно. Хотя своего тоже хватает. Поэтому, как таковое, да, мы не пишем о каких-то компаниях, это действительно так. Мы стараемся освещать либо новости, достаточно социально значимые, как законодательство, правила, штрафы и так далее. И вот именно тесты, новые модели, новые машины, вот такого типа, ну, может быть, наверное, поэтому пропустили действительно. Ну, допустим. Прошу прощения, я перебил тебя по поводу вот твоих сотрудников. И все-таки есть в этом проблема? Удаленно работают люди? Или все равно есть редакция, чтобы все были на виду? Или кто-то может работать здесь, а кто-то может работать где-то как угодно? На самом деле, конечно, у каждого сотрудника есть в офисе место, но вот очень редко там кто-то бывает. Потому что огромное количество командировок на тесты новых машин вывозят журналистов коллективно, централизованно. И приходится ездить по нескольку раз до четырех, до пяти командировок в месяц. Это достаточно такая работа тяжелая. Прошу прощения, а как у вас проходит... Люди просто дома не бывают даже. Как проходят тогда редакционные собрания? Где ты встаешь и говоришь, вот делаем так-то и так-то, вот так не делаем, а вот ты молодец, ты молодец, ты плохой мальчик сегодня. Иногда мы все-таки встречаемся. По скайку. Либо у нас есть мейл-агент, корпоративное средство связи, поэтому, когда все там присутствуют... Но это же не так страшно, когда начальник встает прямо перед тобой. Приходится использовать положительную мотивацию, пряник, а не кнут. Понятно. Еще звоночек принимаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, меня зовут, и смотрелся. Это мы услышали, да. Меня интересует такой вопрос. Я как водитель профессионал. На мой взгляд, недостаточно внимания уделяется в средствах массовой информации, ну, на телевидении, в прессе, ну, такого вопроса, вот, как грузовики. Да, спасибо. Есть действительно такая проблема. Что скажете, как у вас с грузовиками? У нас, кстати, есть человек, Владимир Гаврилов, который хорошо разбирается в коммерческом транспорте. Он вот этими давно. Пытаемся освещать, как можем. У вас что с этим? Ну, это одна из тем, над которой нам тоже хотелось бы поработать. Пока она действительно никак не освещена, к нашему сожалению, но просто эта тема настолько велика и настолько огромна. Хотя был один материал. Иногда попадаются же у нас. Мы пишем про какой-то более-менее компактный коммерческий транспорт. Ну, там, обновление «Газели» — это такое событие, которым читают даже те, кто, вообще говоря, на «Газелях» не ездит, но только в виде маршруток. Поэтому о таких, конечно, вещах пишем. А вот какой-то крупнотоннажный транспорт, увы. Хотя у некоторых редакторов есть права грузовых категорий, вплоть до самых последних, но пока не освещаем. Им просто не хватает сил и времени. Хотя, с точки зрения коммерции, наверное, там поле не паханное. Поле не паханное, поэтому мы с Леонидом периодически дискутируем на эту тему. И периодически я его, соответственно, подталкиваю к тому, чтобы создать либо раздел, либо проект. Ну, пока нет. Но дело в том, что аудитория у нас все равно имеется, и на проекте «Авто», и размещается у нас коммерческая реклама. И, в принципе, опять же, чем хороший интернет, можем последить за эффективностью этой рекламы и как на нее реагируют пользователи. Хорошо реагируют. По крайней мере, мелкий коммерческий транспорт нормально идет, рекламируется, и пользователи реагируют. Принято. Хорошо. Друзья телезрители, ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. А вообще, вам известен такой портал, такой проект «Автомайл.ру», да или нет? А если он вам известен, скажем так, нравится, не нравится, вот так, наверное, интересно. Потому что знают, наверное, многие, но вот нравится, не нравится, вам, наверное, тоже будет полезно. Конечно. Друзья, премия «Лучшее авто» по версии «Рунета». Состоялось ваше мероприятие, резюмерный разговор. Я говорил, что мы поговорили о неком базисе, скрытом от глаз читателя, телезрителя, пользователя интернета. И вот вы уплескиваете это наружу. Вот расскажите, как это было в последний раз. Как обгоняли, как подрезали, ну, как всегда. Все, как в последние пять лет у нас происходило. Почти полтора месяца наши пользователи, посетители активно голосовали, выбирали лучше. Охотно участвуют в этом люди? Да, конечно. У нас народ любит за что-нибудь проголосовать, что-нибудь выбрать. Ага, за что-нибудь. За что-нибудь, за что-нибудь голосуют? Мотивация-то какая? Для кого-то мотивация проголосовать за ту машину, на которой он ездит. Для кого-то мотивация получить приз, который мы тоже разыгрывали среди голосующих. Призы есть. Да. Ну, или за какую-то мечту. Понятно. Для кого-то, да, мотив действительно выбрать тот автомобиль, о котором он мечтает, на котором он хотел бы ездить. Для тебя эта история, мне кажется, уже не имеет никакого значения. Ты работаешь как раз в этом базисе, да? Или все равно ты уже как-то принимаешь участие в этом? Вот для творца-то что? Посидеть на премии? Ну, нужно сказать, что тоже было много работы за кадром, скажем так. Ну, это уже там организационные вопросы, видеосъемки. То есть в этот момент все бросаются в там, неси дальше, кидай ближе, копай тщательнее. Ну, конечно, нагрузка возрастает иногда на редакторов в том числе. Но не настолько мы стараемся все-таки распределять ее более-менее равномерно. Хорошо. Есть, условно говоря, похожие премии, да? Выбор автомобиля и в мире, и в России. Вы чем отличаетесь? Вот ваша премия, основная цель, основные этапы. Как у вас это происходит? Мы рассматриваем... То есть у нас голосует только аудитория интернета, российская в основном. То есть только те, кто принимает такое активное участие именно в жизни сети, скажем так. Могут все принимать участие? Да, те, кто... Это открытое голосование, есть какая-то страничка, подошел клик? Да. Специальный сайт в рамках портала Mail.ru был создан для голосования. Каждый код по одному и тому же адресу находятся люди, надеюсь, уже знают этот адрес. Заходят туда, оставляют свои голоса. Ну и в основном, хотел добавить, что здесь это реальные люди. Опять же, чем хороший интернет, в основном у нас могут оставить свои голоса люди, те, которые имеют аккаунты либо на Mail.ru. Зарегистрированы? Да, зарегистрированы. Соответственно, они оставляют некую информацию о себе. То есть вы отслеживаете каких-то ботов, каких-то роботов? Конечно. Есть же такая проблема? Конечно, но есть еще определенная вещь, когда примерно 15% пользователей оставляют не совсем достоверные данные о себе. Это может быть Вася Путкин, но при этом он оставил... 108 лет? 108 лет женского рода, женского пола и так далее. Вот, но тем не менее, в большей степени это именно люди конкретные, живые, которые, в принципе, имеют свои аккаунты. Я бы тоже еще добавил, что если мы посмотрим на автомобиль года в Европе, это выбор профессионалов. Профессионалов, журналистов, инженеров. Ну у нас такие премии тоже есть, где голосуют только профессионалы. А это, скажем так, народная премия, это то, что вот глаз народа, скажем так. Глаз народа тебя всегда устраивает? Ну в смысле, я имею в виду, всегда ли народ голосует так, как, хотел сказать, писал, как снимал и показывал Петр Баканов? Конечно, нет. Различается. Это значит что, народ тебя не понял или ты все-таки как-то не так? Есть одно маленькое различие. Мне было бы, наверное, неприятно. Я говорил, что это плохая машина, а вдруг она раз, она там в первых рядах. Многие голосуют за автомобиль мечты, скажем так. То, что, не то, чтобы они реально купили бы завтра, а то, о чем они мечтают. Поэтому иногда вот эти, как бы, показатели, они разнятся. Вот в чем дело, что некоторые голосуют, допустим, вот у меня есть мой автомобиль такой-то марки. И я за него буду голосовать, там, там, за эту же модель, там, в новой генерации. Ну ты-то за москвич голосовал, я знаю. У нас есть звоночек, друзья. Слушаю вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Андрей, я звонил в Совороссийске. Здравствуйте, Андрей. Я хотя бы вот выразить свое мнение по поводу голосования за автомобиль года. Пожалуйста. Когда я принимал в нем участие через сайт, очень много раз сайт предлагал мне проголосовать за Ауди. И когда я хотел проголосовать именно за другой автомобиль, он все равно настырно предлагал мне баннер этой машины. И несколько раз я просто уже от того, что мне было уже и лень, и надоело искать ту марку, за которую я хочу проголосовать, я нажимал на Ауди. И как потом выяснилось по исходам, она набрала очень много голосов. Мне кажется, это какая-то своего рода, может, скрытая реклама или повод навязать ее, что ли. Спасибо большое за острый вопрос. А вот в чем прелесть прямого эфира, что вот мы ничего не отфильтруем. Вот задали, теперь отвечаете, отдуваете. Ну, я по названию бы все-таки разделил, потому что здесь прозвучало название «Автомобиль года». Наша премия называется «Лучший авто по версии Рунета». Немножко длиннее, немножко сложнее. И мы изначально, когда было первое голосование, пользователь, когда заходил, чтобы проголосовать за тот или иной автомобиль, всегда высвечивается список автомобилей. Но первый год у нас были цифры, уже сколько голосов за тот или иной автомобиль оставлено. И часто пользователи могли проголосовать именно за ту машину, которая уже больше количества голосов. Мы сделали, когда, года три назад, по-моему, да? Да. Сделали, что пользователь, заходя в список, в номинации, в список автомобилей, он видит только автомобили. Без количества голосов. И только после того, как он оставит свой голос... Ему открывается... Ему... Нет, ему цифры не открываются. Не открываются до конца. Да, ему просто показывают, что вот там вы выбрали. Вы проголосовали. Но когда он уже второй раз заходит на страницу, да, ему могут показать тройку лидеров. Но без количества голосов. И здесь, соответственно, получается более корректное голосование. И человек уже голосует именно за то, что он хочет. Мы совершенно не навязываем голоса. Ну, еще можно было предположить, что Audi первая по алфавиту. Но, опять же, у нас все машины отсортированы в абсолютно случайном порядке. И алфавитная там не встречается. Поэтому я, честно могу сказать, вот так сходу не могу расшифровать проблему, о которой говорил телезритель. Но мы еще раз протестируем все наше программное обеспечение. До следующей премии у нас еще есть время. И поэтому я надеюсь, что все будет работать корректно. Как формируется список? Кто вот его сортирует, укладывает? Как это происходит? Откуда эти машины появляются? Это все автомобили. Их больше 300 моделей. Которые находились в прошлом году, хотя бы в конце года, в продажу официальных дилеров. Либо на них принимались заказы. Только за прошлый год или за все года предыдущие? Или вот берется один год, какие модели продавались? Да, один предыдущий год. То есть в этом году мы голосовали за лучшие автомобили прошлого года, 2011. Мы делим их на номинации. В этом году получилось целых 22 номинации. Для того, чтобы голосование было справедливым. Потому что не секрет, что... А в прошлые годы было меньше номинаций? Да, чуть меньше. Начинали мы с 16, по-моему. Да, начинали где-то там с 15-16. В этом году мы добавили, например, пикапы. Это сегмент рынка растет и развивается. Все больше и больше моделей. Если в первый год голосования их там было совсем немного, было не очень интересно выбирать. То в этом году их больше. Мы выделили премиум-сегменты в внедорожниках, в городских автомобилях. Там, где раньше премиум не выделялся. И за счет этого была некоторая путаница. То есть пользователи голосовали явно активнее за какие-то премиальные марки. Просто потому, что они лучше. Сотрудники редакции имеют право голоса? А как же? Петя, ты голосовал? Голосовал. Если, конечно, у меня есть аккаунт. Аккаунт есть? Ну, наверное, есть. Ну, хорошо. Вот ты мог сделать материал как-то по одному. Вероятно. Потом вдруг тебе захотелось проголосовать по-другому. Вот ты как пользователь, рядовой пользователь Петр Баканов. Твои галочки, они совпали с тем, что в конце концов ты увидел на вручении? Ну, не во всех категориях. Ну, где-то, ну, скажем так, может быть 50 на 50, скажем так. То есть, все-таки, как бы, выбор народа, он все-таки разнится от того, что выбрал бы я. Если так уж говорить. Да. У нас есть преимущество. У нас есть категория выбор редакции. Где, соответственно, мы собирали свое мнение, дискутировали и, собственно говоря, голосовали за тот автомобиль. Друзья, 53% говорят, что им нравится ваш портал. Но все-таки больше половины, скажем так. В любом случае, мне кажется, есть куда стремиться. Конечно. При этом, понятное дело, что аудитория наша, а не очень, может быть, ваша. Поэтому и цифры, другие, может быть, у вас гораздо выше. Ну, тем... В любом случае, будем считать, что это такая конструктивная критика. Да. Кстати, о критике. Как она к вам приходит? Под каждой статьей у нас есть возможность оставить комментарий. То есть... Это модерируется, не модерируется? В обязательном порядке модерируется. Ну, нам нужно соблюдать, опять же, законы. Все, что касается ненормативной лексики и прочих выходящих за рамки приличий, мы вынуждены удалять. Но наши редакторы после того, как тест выходит в публикацию, да, они тщательно отслеживают комментарии и на наиболее конструктивные из них отвечают. Спасибо нашим пользователям за то, что они замечают какие-то опечатки, ошибки. Ну, все мы люди, не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы стараемся оперативно их исправлять и часто вступаем в дискуссию, собственно, объясняем, почему мы сказали так, а не иначе. И иногда бываем, честно могу сказать, бываем поражены, в общем, дотошностью читателей. Они знают некоторые вещи на уровне хороших экспертов. Я бы добавил, в конце 2008 года мы изменили кардинально, изменили дизайн. Мы отошли от общепортальной стилистики Mail.ru и после этого мы выложили опрос пользователей, понравилось, не понравилось. И в среднем, в общем, где-то больше 70% пользователей отозвали, что их либо понравился, либо их устраивает новый дизайн портала. Ну, то есть, я понимаю, что я лично консерватор, меня всегда пугает, когда что-то так меняется, потом привыкаю быстро, но вот сначала такое отторжение. Друзья, остается буквально 2,5 минуты. Последний такой очень серьезный вопрос. Вас любит 53% наша аудитория, потом, может быть, еще была минутка 60-70, потом, может быть, 40, это все меняется. С вашими постоянными зрителями, читателями, пользователями это все понятно. А как к вам относятся взаимоотношения с производителями, с представительствами? Они сложные? Они бывают и... Вернее, они сложные, я понимаю, простых не бывает. Вот какие они? Написал Петя, плохо про машину. Ай-яй-яй, и обиды пошли какие-то. Или, например, на премии кто-то не выиграл? Ну, насчет того, что на премии кто-то не выиграл, конечно, к нам с такими претензиями не приходят. Но по поводу материалов выходящих у нас, бывали обсуждения достаточно серьезные с представительствами автомобильных компаний о том, почему мы так написали, мы объясняли. Они ведь правда обидчивые? К счастью, не все. То есть есть очень хорошие профессионалы своего дела, которые уважают нашу точку зрения и могут ее принять, и могут принять, что мы заметили какой-то недостаток, что он действительно недостаток у автомобиля. Поэтому такие ситуации, к счастью, возникают нечасто. Петя, ты на острие атаки. Вот плохой материал, ну, вернее, не такой, как кому-то нравился. Вот до него не дозвонишься, до него не дозвонишься, претензии будут к тебе. Такое встречается, вот звонят, прямо говорят, Петя, ну что ж ты так вот прям... Или наоборот, спасибо тебе большое. Как это происходит? Ну, такой был один раз в жизни у меня, скажем так. Претензии были серьезные? Да, да, да. Ну, я пошел на встречу, как бы выслушал. Пошел на встречу, в смысле, вот прямо пошел встречаться, имеется в виду. Да, и пошел на встречу, когда к тому, чтобы... И как это все обсуждалось? Это был конструктивный диалог? Честно, малоконструктивный, потому что, ну, я не буду говорить, что это была за кампания, что... Ну, как бы люди заняли позицию вот так вот, истина между нами. Я пытаюсь что-то до них донести, они вот как бы следуя своей корпоративной этике, начинают говорить, я не прав, там, та-та-та-та-та-та. В общем, бывают сложные ситуации. Друзья, к сожалению, время эфира истекло. Напоминаю, что в гостях был руководитель проекта Автомайлру Леонид Айзикович. Леонид Айзикович, Леонид Айзикович, успехов тебе. Спасибо. Водитель по продажам проекта Автомайлру Евгений Шаповалов. Жень, тебе тоже взаимно. И редактор и видеопродюсер Автомайлру Петр Баканов. Друзья, во-первых, спасибо, что вы пришли, нашли время пообщаться на эту тему. Спасибо вам за вашу премию, за ваш труд. Мне хочется, чтобы у тебя были свежие идеи. Ты хорошо продавал их, а ты хорошо делал, чтобы у вас все получалось. В общем, мы должны дружить, не конкуренты. Если конкуренты, то это повысит качество нашего продукта. Друзья, это была программа «Попутчик». Меня зовут Сева Кущинский. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин